Субтитры сделал DimaTorzok И мы можем начинать. Погнали! Итак, наверное, сегодня будет самый мяшный выпуск на моем канале. Потому что, наверное, это самый милый дракончик из всех. И да, кстати, с вами Лунная Дракониха, и мы можем начинать. И я вам хочу это показать. Давайте начинать. И тут в гости пришел самый настоящий черноцветик. Давайте его оттуда достанем, пожалуй. Итак, это лапочка у нас по второй серии мистических дракончиков. Те, кто не знают, это такие пакетики для типа сюрприз дракончики. Я думаю, что многие о них знают. И в России, в основном, продается эта первая серия, если так можно назвать. И там есть определенная коллекция. Но не так давно вышло пополнение этой серии, или же вторая серия, как кому удобно можете называть. Но мне удобнее сказать, что это вторая серия. Где пополнились персонажи и появились черноцветики. Которые, ну, безумно няшные. И мне удалось перебрести хотя бы одного из них. Потому что, скажу честно, найти их было достаточно сложно, потому что в России их нету еще. А с ЕБ их заказывать, если честно, не очень выгодно, потому что они там стоят, ну, очень дорого. Но, тем не менее, я нашла выход, и случайно мне попался такой вот, не знаю, как это назвать. В общем, случайно мне такой попался на Авито. И, кстати, люди, у которых я его купила, покупали его в Таиланде вообще. Так что в России такого, к сожалению, нету. Но этот миленький малыш точно достоин вашего лайка. Я не могу описать, насколько он миленький, потому что он очень миленький. Но только посмотрите на эту моську. Ну, как можно не поставить лайк? Я, кстати, очень надеюсь, что мне удастся купить остальных двух черноцветиков. И, кстати, он неподвижный, просто резиновая фигурка, и он, ну, очень маленький. Вот все фигурки из этой серии, многие даже больше, чем этот черноцветик. Хотя, мне кажется, было бы чуть-чуть получше, если его сделали, но немножко побольше. Не знаю, он сантиметра два, наверное. И, кстати, многие дракончики из этой серии светятся вот в этой вот пещерке в ультрафиолете. Но на этом дракончике нет никаких узоров, поэтому, к сожалению, он не светится. Но это, так скажем, не минус, потому что он сам по себе безумно милый. Давайте посадим его в пещерку. И вот так вот это выглядит. И, кстати, скажу вам новость, что недавно выпустили черноцветиков, меняющие цвет в холодной и горячей воде. Это капец как классно, но пока что в России этого тоже нет, где это купить я не знаю, но планирую заказывать с ebay. И там будут подобные черноцветики, но побольше. Почему же я хочу их заказать? Потому что этот черноцветик слишком маленький. И по сравнению с безумиком, ну, так скажем, он слишком маленький. Вот. А те черноцветики намного больше, то есть они где-то, ну, вот такие, ну, примерно. И они идеально подходят вот к этим вот фигуркам. Ну, давайте для сравнения размера с лунной и раконикой. И сюда считается средняя фигурка, небольшая или маленькая. И вот это, думаю, вот малипусники, это не так мило, смотрят вместе. Милота. И, кстати, когда я соберу черноцветика, возможно, на канале будет сериал. И надо будет только в том случае, если соберу этих черноцветиков. Потому что у меня есть несколько, несколько очень классных идей, и я думаю, что вы их оцените. Ну, давайте на этом заканчивать наш очень милейный выпуск. Ну, в общем-то, на этом все. Не забывайте поставить лайк под это видео. Лайк. И подписаться на мой канал. А также жмяк на колокольчик. Чтобы не пропускать ни одного нового видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok